Александра, вот идут дни референдума, выразите ваше отношение к этому. Вы уже отдали свободу? На самом деле отношение дончан к референдуму, оно однозначное. И мы его выразили всей республикой 8 лет назад, когда впервые пришли на участки для того, чтобы сказать решительное нет тому, что произошло в Киеве. А именно незаконному вооруженному государственному перевороту, за которым последовал кровавый Майдан и кровавые события в Донбассе. Все эти 8 лет мы свидетели тому, что происходит в связи с Украиной здесь, с нами, в Донбассе. Да, мы сегодня здесь, в Сочи, к сожалению, оторваны от нашей малой родины. Вынужденная командировка, журналистские будни такие, на ногах. Но мы рады, что власти организовали возможности для жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовать на референдуме, где бы они ни находились на территории огромной необъятной России. В частности, в Краснодарском крае развернуто несколько таких пунктов, по нескольку пунктов в крупных городах края. Мы со съемочной группой уже с утра побывали на одном из таких участков и отдали свой голос за воссоединение с Россией. И что отрадно отметить, когда мы приехали, а это была первая половина дня, то урна для голосования была практически под завязку наполнена великими. А значит, что интерес к референдуму есть, он повышен, люди используют возможность, приходят на избирательные участки. Ну а в Донецке организован придомовый обход, волонтеры ходят по домам, потому как сохраняется опасность обстрелов. Города и крупные, и малые, и толовые в эти дни особо подвергаются обстрелам, и сегодня уже есть погибшие, к сожалению, дончане. Но это нас не останавливает. Страха за 8 лет нет. Донецк делает свой решительный выбор и благодарит президента России Владимира Путина за эту возможность, за возможность исторического воссоединения и за то, что Россия встает на защиту своих братьев. Спасибо.